По интернету гуляет запись, как женщина какого-то племени, не знаю, может Индии, может нет, выдает себя за жрицу чего-то там, ну, в общем, доказательство того, что она жрица, то, что она танцует и целует троекратно кобру. Ну, все примерно, так сказать, представляют, как это... Сейчас она вызывает кобру. Какую магию она использует для этого, я не знаю. Она не повышает своего голоса, нам его не слышно. И вот богиня появляется. Вы увидите, как жрица по очереди то отходит, то затем начинает управлять коброй. Впечатляющее представление. Змея резко бросается на нее, платье женщины покрыто ядовитым плевками. Змея бросается еду между колен, то сбоку. Задача жрицы – трижды поцеловать рептилию в голову. 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 Ну и что же мы видим? Ну, что мы видим, это одно, а что представляют себе люди, это совсем другое. Они чувствуют, что и понимают, что это очень опасно для жизни, что жить ей осталось в случае чего пару секунд. Отважная женщина, и это действительно уникальная ее способность, доказывает, что она жрица и что-то там знает. Ну, а что на самом деле, да, ну вот женщина и что-то знает. И кажется, она там одинокая даже, вот эта женщина. То есть, вот все мужчины от нее сбежали. Значит, есть такая вот книга, которую я многократно ругал, но которая вот пригодилась. Значит, Полозов. Сергей Полозов. Книга якобы об орлах. На самом деле о том, как прекрасны змеи и как прекрасны вороны. И иногда там действительно есть некоторые вкрапления про воробьев, которые живут в гнезде орла. Значит, воробьи это врановые, так что... Что пишет Сергей Полозов о змеях? Среди прочего, он пишет о том, что вот эта вот поза, которую так обыватель очень боится, это самая безопасная змеиная поза. Ну, не змеиная, а самая безопасная поза кобры. Дело в том, что вот этот вот жест кобры означает, что она, ну, вот не спит, да, и она заинтересована, наблюдая за ситуацией. Дело в том, что прежде чем она ужалит из этого состояния, она обязательно опустится, свернет свой вот этот вот капюшон и попробует смыться. Он не написал, откуда он это узнал, но он потом в другом месте пишет о том, что у него двое знакомых занимались змеиным бизнесом. И он наблюдал, как они ухаживают за кобрами, которые жили у них в коробках. И его поразило, насколько безбоязненно они двумя руками лазили в коробки, из которых торчали вот эти вот змеиные кобриные, значит, головы. Меняли там лампочки, меняли эти вот поилки для воды. Ну, наверное, тогда он и спросил их, а что же вы такое делаете, почему не боитесь. В этом месте хотелось бы сделать отступление. Есть такая книга «Опасные тропы натуралистов» и под заголовок «Записки ловца змей» автор Алексей Недялков. Сам Недялков обыкновенный и Орлов ненавидит. Их старается не замечать. Но однажды ему не удалось не заметить один очень важный объект. Не удалось и заметил, потому что это был человек. И фамилия этого человека была Соколов. Соколов. А фамилия, как известно, откладывает на человека отпечаток. Отпечаток немалой силы. Или наоборот, тому или иному роду дается не случайная фамилия. Но как бы то ни было, этот Соколов, молодой парень, тоже был змееловым. Но змееловым совершенно необыкновенным. Очень сильно отличался от всех прочих змеелов, которые не были породнены соколами еще и фамилии. Те, кто породнены соколами чуть менее, кобр от прочих промысловых змей не отличали. Они добывали кобр по обычной технологии. То есть крючком прижимали голову змеи к земле. И если змея была длинной и сильной, то дополнительно обездвиживали змею ногой в сапоге. Попросту говоря, придавливали сапогом. И только потом брали змею рукой в районе головы и отправляли в мешок. Все змееловы работают по этой технологии. Все, кроме Соколова. Соколов говорил, что кобра при такой технологии получает повреждения. Порой незначительные, а порой и смертельные. Поэтому Соколов при работе с кобрами не использовал ни крючка, ни сапога. А брал кобры голыми руками. А кобры давались. Причем первый раз, когда Соколов показывал, как он работает с кобрами, он даже стал гладить кобру, которая стояла в позе, которую обычно называют угрожающей. То есть с раскрытым капюшоном. Стоит кобра, стоит Соколов и гладит ее по голове. И говорит, хотите 10 минут буду гладить? Сколько хотите? Все присутствовавшие змееловы хором потребовали прекратить издеваться над их нервами и попросили отправить кобру в мешок. Такое вот отличие змеелова по фамилии Соколов. И это уважительное отношение у Соколова было только по отношению к кобрам и больше никаким иным змеям. С гюрзами обращался жестко. Все это к вопросу о загадочной паре на венце строителя пирамиды фараона, Сокола и Кобры. Это какое-то очень важное знание. Я до него еще не добрался. Конечно же, я в курсе, что в разных справочнях что-нибудь на эту тему допишет. Но все это туфта для ботаников. Ботаниками придуманное для успокоения других ботаников. Вот и приходится использовать нетрадиционные подходы, вроде поиска свидетельств о змеелове по фамилии Соколов. Такие вот есть фактики из мира галактики. Но терпение и труд... То есть, что мы вообще, среди прочего, узнаем? Ну, то, что та женщина-жрец, которую так пиарит, и которой так многим нравится, это фейк, это насмешка над людьми, ловятся на это идиоты. Но вообще-то сердцем надо, что называется, чувствовать, что это просто фейк идет. Но люди не чувствуют, и они восхищаются. Значит, что хотелось сказать? Значит, рассказать эту историю о том, что это самая безопасная поза кобры, ведь много времени не требуется. Это нужно несколько секунд. Однако все мы прожили жизнь, много раз слышали и видели про кобру, колоссальное количество раз видели это изображение, но ни разу не услышали о том, что это не символ, ну, смерти приблизившейся, а наоборот, символ безопасности. Вот точности то же самое делают журналисты и по отношению к Орлам, Воронам, ну и к нам, соответственно. То есть, надо читать не то, что там газеты, не то, что там телевидение, но даже книги с осторожностью, потому что, хуже того, с осторожностью надо относиться даже к собственным впечатлениям, когда видишь что-то такое в природе. Дело в том, что совершенно отчетливо наблюдается, что у людей есть бессознательная, подсознательная симпатия к воронам, воробьям и тому подобное. То есть, вот, читаешь какую-нибудь книгу, ну, того же Зверева, например, и вот он пишет, ну, блин, вот, ну, ворон, ну, такой умный, ну, такой умный, ну, просто вот дальше некуда. Потом через несколько страниц он пишет то же самое, допустим, утята обводят вокруг пальца, или вообще, ну, утят, не знаю, пальцы, что у них там, вокруг перепонки обводят, значит, этого ворона, ворон остается в дураках, а утята, значит, молодцы, победили и поплыли дальше. Однако ж, никакого восхищения по поводу, значит, этих утят, ну, и претензий к ворону никаких нет. То есть, это внутренняя редакция. Вот у меня книжка есть, я о ней еще буду рассказывать, я ее не прихватил, чтобы показать. Значит, там какая-то сложная фамилия Наберг заканчивается. Ну, условно говоря, самоубийца. Вот он, так сказать, позанимался от души животными в том ключе, в котором ему нравилось, и покончил жизнь самоубийством. Вот у него очень интересное начало его книги, «Записки натуралиста», кажется, это называется. Он говорит, что самое первое, самое сильное, самое чудесное впечатление, которое у него осталось от встречи с природой, это то, что ему подарили тушканчика. И все. На этом, в общем, тушканчик, слово тушканчик используется один раз, и на этом заканчивается. Дальше начинается многостраничный рассказ, как мама завела воробья, как он там весь дом изгадил, ну, в общем, и как это все было прекрасно. Думаю, что вот этот вот самоубийца, он действительно считал, что он вообще-то больше всего любил тушканчика. Хотя по объему, который он выделил у воробья, можно увидеть, что он вороны и вот всю эту стаю любил гораздо больше. То есть, это относится и к оценке слов других людей, да и своих собственных. Люди, конечно, скажут, что они любят тушканчиков, условно говоря, но дела их говорят о том, что они на крючке у той или иной жрицы, которая бесстрашно лезет к кобре. Они хранят Кащееву смерть, а потому никакие усилия по изучению сонных священных животных не могут оказаться излишними. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок